Доброе утро дорогие друзья! Проект Многовековая Югра, реализация которого началась в округе по инициативе Центра Открытый Регион и при активной поддержке правительства Югры, стал по сути первым в истории округа столь масштабным общественным движением по сохранению исторического наследия. Мы пригласили в нашу студию начальника отдела по работе с институтами гражданского общества Департамента общественных и внешних связей Якова Самохвалова поговорить о развитии этого проекта. Доброе утро! Нам стало известно, что интерес вызвала новая общественная инициатива, цикл лекций по истории родного края. Вот расскажите об этом. Да, действительно, чем примечателен вообще этот проект Многовековая Югра, так это тем, что он наглядно показывает, как изменилась вообще инициатива. То есть, если раньше мы обсуждали какие-либо планы, мы зачастую видели основной поток предложений, в конце концов прекратите делать все плохое, начните делать все хорошее. Обычно это как, с критикой выступать проще же, чем что-то предлагать. Да, действительно, но здесь мы увидели настолько большой вот именно заряд такой позитивной энергии от граждан, которые говорят, я занимаюсь вот тем-то, включите меня вот в проект, я хочу под этой гидой продолжить делать то, что я делаю, а вы мне, может быть, чем-то поможете. То есть, фактически посыл был такой, то есть, я с чем-то занимаюсь, включите меня в этот большой проект, мне понятна его идея, я ее поддерживаю и хочу вот в этом русле работать. Но это чаще всего патриоты малой родины. Безусловно, безусловно, люди, которые рисуются, да, краем истории, патриоты. А давайте к лекциям вернемся. Да, лекции. Кто выступил с инициативой? К вам пришел человек, он историй по образованию? Поскольку, да, прием предложений был на сайте организован, и вот в составе там более, около ста предложений вот такого характера поступили, и среди них было предложение вот публичные лекции организовать. Организовал человек, который не имеет исторического образования, он журналист. Так, коллега. Интересно. Это его, да, это его хобби, по сути дела, не основной, не коммерческий проект абсолютно, просветительской направленности. И на самом деле лекции, которые у него уже состоялись, они были не на историческую тематику, это были научно-популярные, на самые разные темы. В том числе даже на тему искусств, эстетических каких-то. Но все касающиеся игры? Ну да, преимущественно все. А что такое публичная лекция? Это нужно найти площадку для выступления, или достаточно выйти на площадь? Ну, формат очень демократичный, но, конечно, в наших суровых условиях... На площадь не выйти, да, если бы сегодня. Да, конечно же, приходится там инициатору ходить по учреждениям различным, узнавать, где там какой зал можно арендовать. Но, опять же, поскольку не коммерческий проект, желательно все на договорных условиях, да, на безвозмездных условиях предоставляет. В принципе, радует, что достаточно большое количество учреждений. Откликнулись. Да, они готовы абсолютно бесплатно, абсолютно создавать условия. Ну, смотрите, давайте назовем первых имя автора. Да, Алексей Черенков. Алексей Черенков, то есть наши уже зрители могут в интернете уже найти, да? Да, есть паблик ВКонтакте, лекторий Палиндром. И где еще планируется лекции проводить в ближайшее время? Насколько вот предлагаемых, я не знаю, ну, готовых уже лекций, сколько их существует, чтобы сказать, вот эта лекция по истории костюма народного, это лекция по истории развития Югры с такого-то по такой период. На самом деле, вот в рамках большого этого проекта «Многовековая Югра» в разработке серия лекций, которая начинается с лекций по Геральдике. Так, с Геральдики. Да, начинаем с Геральдики, потому что тема, ну, скажем так, она в народе не очень изучена, так скажем, да, не очень известна. Мы не знаем сейчас, это в рыцарские времена рыцари разбирались в Геральдике и в Гу-Гу-Ках. И во времена, когда это были фамильные гербы. Насколько закономерно появление одного элемента или другого, почему именно такой цвет и так далее. Ну, а российская Геральдика, она вообще богата, в принципе, и там много было интересных событий. Кстати, я к нам. У нас сейчас режиссер дал фотографию нового герба, вариант нового герба в Югре. А на какой стадии сейчас разработка находится? И кто трудится над этим проектом? Мы сейчас очень тесно трудимся с представителями Геральдического совета при президенте. Очень общаемся практически в постоянном режиме на эту тему. Тема всплыла после такого перерыва длительного. Фактически, эта история уже 9 лет. С 2008 года история, по-моему, это идет. Но вот скажите, это правда, что на территории за Уралом мы единственный субъект, у которого герб, хоть к которому мы привыкли, мы его любим, мы его ценим, но он с точки Геральдики неправильный? Да, действительно, к нему есть у профессионалов ряд претензий, так скажем. Но поскольку именно государственный регистр ведет Геральдический совет, именно ввиду того, что там находятся профессионалы, к сожалению, герб Югры, к которому мы привыкли, не отвечает требованиям, и это данность просто. Яков, большое спасибо. Есть о чем поговорить. Мы обязательно вернемся и к теме, и, разумеется, будем говорить больше о проекте Многовековая Югра. Большое вам спасибо и хорошего дня. Доброго утра.